День с толком Сегодня день борьбы с детской онкологией. Откуда у малышей появляется рак? Два этажа сгорели за полтора часа. Многодетной семье из Заринска требуется помощь после пожара. Все дороги ведут в Барнаул. На Кубок мира по гребле приедут волонтеры со всей страны. Больше 10 тысяч жителей края ожидают своей очереди на прививку от коронавируса. По крайней мере, столько человек записались в поликлиниках на вакцинацию, сообщает Минздрав региона. Ну а тем временем в край прибыла очередная партия вакцины. Более 15 тысяч доз. Ее распределяют во все поликлиники с учетом числа желающих сделать прививку. Всего в регионе на данный момент полностью привиты чуть больше 8 тысяч человек. На этой неделе ожидается новое поступление вакцины. А между тем, число заболевших COVID-19 продолжает снижаться. За последние сутки, по официальным данным, зафиксировано 165 человек. При этом число умерших остается стабильно высоким. На сегодня эта цифра 13 человек. В тяжелом состоянии 373 пациента. К аппаратам ИВЛ подключено 104 человека. Теперь к другой медицинской проблеме – детской онкологии. Ежегодно злокачественную опухоль выявляют у 70-80 маленьких жителей Алтайского края. Из года в год все больше, как показывает статистика. Сегодня, в день борьбы с детской онкологией, наш корреспондент Ирина Корчагина отправилась в отделение, чтобы узнать, откуда вообще у детей появляется рак и как малышам объясняют, что с ними происходит. Коробка храбрости как вознаграждение. Ребенок проходит болезненную процедуру, получает игрушку. Абсолютно все онкобольные дети края попадают сюда, в Центр охраны материнства и детства. О серьезном, а иногда и смертельном диагнозе тут говорят через метафоры и игры. Ведь ребенок проводит здесь несколько месяцев, а то и больше. И он должен понимать, что с ним происходит. Иногда прибегаем к таким метафорам, что, например, как происходит с ликозом, да, лейкоциты, тромбоциты. И мы это все объясняем с помощью игрушек. Например, машинки едут или поезд едут. Вот вагончик один отцепился, другие вагончики. Ну, то есть это очень разные способы. Дети – это игра прежде всего. Онкопсихолог сопровождает ребенка и его родителей на протяжении всего лечения. И даже потом дистанционно. Откуда вообще у маленьких детей, которые только недавно пришли в этот мир, берется онкология? Оказалось, на этот вопрос никто не сможет ответить точно. Теорий на самом деле много и гипотез. Но из них основные две. Это вирусная теория. Вирусы, любые, создают определенные мутации в клетках. И эта клетка уже опухолевая. Организм воспринимается как своя. И организм ее не уничтожает. Вторая теория генетическая. Наши болезни предрасположены сразу, еще внутриутробно. Геном, который отвечает за какую-то болезнь, и молчащий в данном случае, вдруг включается. И, соответственно, болезнь развивается. В детском отделении онкологии 30 коек. И они почти всегда заняты. Ежегодно в крае опухоль выявляют у 70-80 детей. И с года в год все больше. В ремиссии и лечится на данный момент около 700 маленьких пациентов. Самые частые детские диагнозы – это рак крови, костного мозга, лимфомы. И главное, их нужно вовремя заметить. Практически, может быть, даже в 100% случаев заподозрить злокачественное заболевание можно по месту жительства. Нужно просто этим не пренебрегать и обратиться к педиатру. Развернутый анализ крови, УЗИ внутренних органов. По возможности, если есть показания рентген органов грудной клетки, можно уже заподозрить злокачественное заболевание, чтобы дальше ребенка маршрутизировать. В обществе принято почему-то думать, что действительно это приговор. Но на самом деле уже давным-давно медицина приходит к тому, что в общем-то те заболевания, которые раньше подвергали больше опасности людей, сейчас люди выздоравливают, стойкую ремиссию выходят. Может быть, сегодня как раз есть повод еще раз об этом вспомнить. В день борьбы с детской онкологией. Хочется пожелать терпения большого и сил для борьбы с этим недугом. И также хочется, чтобы родители помогали нам в лечении своих детей. Ирина Корчагина, Николай Шелков. День с толком. Сегодня исполнилось 32 года со дня, когда последний советский солдат покинул территорию республики Афганистан. Завершился 9-летний военный конфликт, который унес немало жизней с обеих сторон. Сегодня руководство края и города, а также представители ветеранских общественных объединений региона и рядовые барнаульцы почтили память погибших в локальных военных конфликтах. Более 4,5 тысяч уроженцев Алтайского края принимали участие в афганской войне. Погибло 153 человека, а трое земляков до сих пор числятся пропавшими без вести. На площади ветеранов сегодня почтили память безвозвратно ушедших во время военного конфликта в Афганистане. Это мой брат Вавулин Владимир Андреевич. Погиб 13 марта 1981 года. В марте будет 40 лет. Собравшиеся возложили цветы у вечного огня. После почтили память погибших у мемориала славы и приняли участие в памятной службе на Власихинском кладбище. Сквер или новый корпус АГУ на площади Сахарова. Спор о зеленых зонах барнаула не утихает. Минувшие выходные общественники провели собрание с представителями городской власти. Каким получился диалог и какая судьба в итоге ждет зеленые уголки Барнаула, узнавала Анара Шагирова. Пока площадь Сахарова занята мобильным пунктом вакцинации от коронавируса, собрание общественников и представителей власти перенесли на другую площадь – Свободы. Здесь собралось немного барнаульцев. Те, кого не испугали низкие температуры. Все они – зеленые активисты. И вопрос повестки дня о сохранении сквера в центре города для них особо значимый. В парках, наоборот, спокойствие. Особенно гулять с кем-то очень приятно. Вокруг домов, где гулять. Не только сохранение зеленых зон, но и перспектива застройки центра Барнаула волнует общественность. Она давно и настойчиво призывает власть открыто обсуждать эти проблемы, учитывать мнение неравнодушных горожан. Мы обратимся к губернатору Алтайского края. Мы же говорим с тем, что самое главное наше требование, чтобы создать постоянно действующую площадку для такого рода диалогов. И надо признать, что на этот раз власти Барнаула пошли на диалог. Они предложили участникам акции продолжить совместно собрание уже не на улице, а на закрытой площадке в российско-немецком доме. Здесь, обсуждая возможную застройку площади Сахарова, горожане дали волю эмоциям. Мы считаем, что есть определенные места, определенные общественные пространства, которые должны сохраниться в том виде, к которому мы привыкли. Это прежде всего, конечно, это центр наш города, это Ленинский проспект, это площадь Сахарова. Больше сотни людей поставили подписи против застройки этого места. Впрочем, довольно жаркой получилась дискуссия вокруг уже проданного участка на речном вокзале. Должны быть конкурсы. Такие важные места в городе, они должны проходить через конкурс и никак иначе. О застройке центра города говорили долго. Одно из ключевых предложений – вести мораторий на застройку любых зеленых зон Барнаула. Эту инициативу власти поддержали. Органы местного управления разрешения на сегодняшний день не выдавали застройку ни одного объекта на территории Площади Сахарова. Поэтому мы вниманием и уважением относимся к мнениям общественности. Поэтому постараемся учесть ваши предложения при осуществлении государственной политики и городской администрации. Воробьев подчеркнул, что на особом внимании у руководства города сохранение парков. К примеру, юбилейный предлагают отдать краевому учреждению. К какому именно, правда, не уточняют. А судьба сквера на Сахарова пока так и остается под вопросом. Недавно стало известно, что Министерство образования и науки России не утверждало финансирование на строительство нового корпуса АГУ. А пока эта тема в Барнауле остается одной из центральных повестки. Общественники надеются, что компромисс между горожанами и властью будет найден до того, как будет поставлена точка в этом вопросе. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Жильцы Барнольдской двухэтажки едва не погибли в день Святого Валентина. Нет, не от неразделенной любви, а от частичного обрушения потолка. ЧП произошло рано утром, когда все спали. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Жильцы отделались испугом и расходами на ремонт. Подробнее о причинах происшествия и о том, стоит ли пострадавшим рассчитывать на возмещение ущерба, в репортаже Валентины Аскеровой. Вот мое место, которое меня бы прибило нормально. Девушка спала вот у стены, получается. Ну, вроде не пострадала, слава богу. Потолок на лесокирозаводской один рухнул в 4 утра. Хозяина квартиры Владимира Бадамшина по счастливой случайности дома не было. Уехал в командировку, в квартире осталась его девушка. Если бы она все-таки здесь. Ну да, вот она тоже подумала, ну, кровать большая, никого нету, посплю в развалочку. Ну вот, наверное, что-то помогло, ничего не придавило. Девушка в 4.45 позвонила мне в слезах. Я разобрал, что она сказала, рухнул потолок. Соответственно, я прыгнул на электричку с другого города. Через пару часов мужчина был уже в Барнауле, в своей квартире. Его встретила испуганная девушка, разруха и горячая вода по колено. Из-за чего произошло? Ну, как сказали сантехники, что на втором этаже в квартире стояночную пробку какую-то прорвало от времени. Мне полтора года никто ничего не менял. Вода накопилась, соответственно, штукатурка рухнула. По иронии судьбы, три месяца назад Владимир сделал в квартире капитальный ремонт. Не пострадали только холодильник и телевизор. Но общая сумма ущерба – несколько сотен тысяч рублей. Кто будет выплачивать компенсацию – пока большой вопрос. В администрации Октябрьского района посоветовали пострадавшим подать в суд на жильцов сверху. Два собственника затопили друг друга. Это обычный случай, что они через суд будут составлять акт управляющей компанией и через суд по возмягчению убытков. Вот только нюанс. Подавать в суд не на кого. В квартире этажом выше никто не проживает. Жилье когда-то было выделено сироте, который съехал с полуразрушенного дома. Когда об этом нюансе мы сказали чиновнику районной администрации, он посоветовал подать в суд уже на управляющую компанию. Якобы последняя ненадлежащим образом следила за домом, который, к слову, находится в муниципальной собственности, то есть на балансе города. Вполне обоснован будет иск в отношении комитета ЖКХ Барнаула, советуют уже юристы. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А вот многодетная семья из Заринска в минувшие выходные в буквальном смысле осталась без крыши над головой. Двухэтажный дом Списивцевых сгорел полностью, буквально за полтора часа. Родители и трое детей чудом остались живы на пепелище, а иначе то, как выглядит дом, сейчас и назвать сложно побывали наши корреспонденты. Проснулись за три минуты, наверное, до того, что как могли все там остаться. Вот это все родственники, все спрашивают, как. Я сама не знаю, как. Надежда до сих пор не может прийти в себя. Все случилось после полуночи, как в фильмах-катастрофах. Семью разбудил сильный шум, будто на улице бушевал ураган. Стена второго этажа уже была полностью коричневой, рассказывает Надежда. В голове мелькнула мысль скорее вывести детей. К слову, младшему, совсем недавно исполнился год. Затем забежали за документами. Последнее, что вот в этом помню, что уже выбегала, уже крыша начала валиться. И буквально вот через, ну, пять минут уже второго этажа не было вообще. В этот дом они въехали четыре года назад. Брали его в ипотеку. Выплатить предстоит еще крупную сумму. Спустя сутки после пожара Надежда едва сдерживает слезы, обходя некогда уютное помещение. Будем стараться все сделать, как и было раньше. На пару дней семью приютила сестра Надежда. А сегодня, как нам стало известно, они уже сняли квартиру в Заринске. Деток полностью одели. И неравнодушные откликнулись практически сразу. Много очень вчера было звонков. Всем огромное спасибо, что мир не без дробных людей. Больше я не знаю, что в этой ситуации можно сказать. Когда мы снимали материал, Надежда совсем не просила о помощи. Но семье она необходима. Женщина сейчас в декретном отпуске, муж временно оказался без работы. А ведь нужно платить за съемное жилье, а в перспективе восстанавливать дом. На экране сейчас телефон Надежды. Если кто-то готов помочь стройматериалами или деньгами, звоните. Несмотря на то, что все остались живы, материально, да и морально, этим людям сейчас очень тяжело. Держаться сейчас друг за другом. И снова, снова идти дальше. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Количество собеседований и с потенциальными волонтерами предстоящего этапа Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле в конце мая, перевалило за сотню. Всего в списке желающих 418 человек. А набрать требуется 400. Таким образом, можно говорить, что отбор уже конкурсный. Егор, расскажи, пожалуйста, о своем уровне английского языка. Среди критериев отбора два основных. Владение иностранными языками и коммуникабельность претендента. Правда, если волонтер будет работать в сервисе для зрителей или заниматься медицинским обслуживанием участников, то можно обойтись и без знания языков. Кстати, среди претендентов на волонтерство представители 14 российских регионов, в том числе Москвы, Крыма, Башкортостана, много и наших соседей, особенно активные кемеровчане. Возраст тоже разный. Есть и студенты, и пенсионеры 65+. Принимать заявки от претендентов планируют до 31 марта. Ну, а итоги отбора подведут 25 апреля. Затем волонтерам предстоят 4 специальных занятия. Одно из них посвящено туризму. Нам очень важно, чтобы ребята смогли рассказать о нашем регионе. Второй момент – это, как мы называем, спорт для чайников. Гребля на байдарках в каное достаточно специфичный вид спорта и отличить байдарку от каное. То есть вот такой блок тоже будет для волонтеров, которые прошли отбор. И третий – это вопрос межнациональной коммуникации для взаимодействия. Это небольшой экскурс по взаимодействию по иностранному языку, как ответить, как не обидеть, как с кем общаться. И четвертый – это непосредственно функциональный тренинг уже на объекте. К своим непосредственным обязанностям волонтеры приступят 15 мая. Но пока напомним, подать заявку на волонтерство можно на сайте добро.ру в разделе мероприятия. Шанс стать участником грандиозного международного спортивного события есть у каждого. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...